Жесткий масочный режим, санитарный пост. Сначала измерить температуру, потом обработать дезинфектором руки и только тогда в сессионный зал. Такую процедуру, невзирая на статусы и должности, прошли все без исключения с присутствующих на сессии. Меры безопасности явно намекали, что станет главной темой собрания. Депутаты потратили на обсуждение карантинных вопросов больше часа, прежде чем приступили к повестке. Сначала заслушали доклад инфекционистов. Пока на подозрении 17 пациентов. Эту диагностику проводят в Киеве. В первых трех анализах коронавирус столичные специалисты не обнаружили. Пока статус пациента неизвестен, врачи работают с ним в защитных костюмах, говорят специалисты. Город готовится к масштабной закупке препаратов и оборудования. Для этого выделили более 145 миллионов гривен. На это критическое оборудование потратят 104 миллиона гривен. Сейчас, по словам чиновницы, в городе 50 экспресс-тестов. Планируют закупить еще 10 тысяч. Но из-за ажиотажа поставку могут задержать до начала апреля. Главными некарантинными результатами сессии стала окончательная замена вице-мэров. Анатолий Орловского, написавшего заявление по собственному желанию, сменил Сергей Подгайный. А самым спорным стал вопрос ликвидации городского туб-диспансера. Одни депутаты просили вообще не голосовать за это. Другие убеждали, что после ликвидации его нужно сделать подразделением инфекционки. Тогда диспансер можно сохранить. Выбрали последнее. Теперь будут решать, как провести реорганизацию. Конечно, 11 аппаратов это уже много и они не выполняют свою функцию. Поэтому вот это будет сокращаться. Будет там не 11, предположим, а 5 аппаратов или 6. Это будет в процессе реорганизации устанавливаться. Помещения у них останутся, они будут находиться. Если мы, предположим, какой-то решим филиал сократить, то нам негде размещать центры семейной медицины. Согласно реформе, ликвидируются городские туберкулезные заведения. Пациентов переводят в областные диспансеры и их филиалы в районах. Поэтому депутаты решили сохранить диспансер как часть инфекционной больницы. Еще одна из невирусных инициатив собрания – сквер в районе бывшего кинотеатра «Вымпел». Депутаты согласились утвердить границы будущей зеленой зоны. После чего начнут разрабатывать проект его создания. Юлия Нексенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».